Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Так как в тюрьме времени более чем достаточно, то игры занимают немалое место в жизни арестантов. Если еще учесть, что подавляющее большинство там находящихся пребывают в тяжелом расположении духа, то игры служат для них и отвлечением, и отдушиной. Для этого есть несколько всемизвестных способов. Разговоры, чтения, рукоделие. Обычный человек не может быть счастлив сам с собой. Но игры, конечно, стоят на первом месте. Есть два варианта игр. Без интереса и под интерес. То есть первое предполагает просто проведение времени. Второе – ставки на игру. Игры – очень распространенное средство разведения лохов. Умело играя на чувствах важности и значимости, опытный кидала долго подводит жертву к игре. Зачастую часто ему проигрывая, расточая похвалы и подкалывая. Заставляет его потерять бдительность и поставить на игру все, что у него есть, и даже больше. И затем наносит решающий удар. Если человеку нечем рассчитаться, он может превратиться в раба, коня. Может отработать жопой, навсегда уйдя в касту петухов. Может быть поставлен перед необходимостью выполнения любой задачи, вплоть до убийства. Карточный долг – долг чести. И отказавшись от его уплаты, может быть безнаказанно убит, покалечен или изнасилован. В тюрьмах и зонах с преобладанием человеческих понятий, смотрящими обычно установлена верхняя шкала ставок. Для тюрьмы это обычно около 200 долларов. Для зон – одна-две тысячи. Такие меры принимаются обычно по негласному соглашению оперов и воров, первые из которых решают таким образом свои проблемы чужими руками. Также очень распространенный способ на заказ наказать или просто кинуть человека. Шпилевой опускает жертву на определенную сумму, даже небольшую, но достаточную для того, чтобы попросить помощь извне. Обычно для уплаты дается реальный срок, за который родные или друзья могли бы подвести нужную сумму. Все по понятиям. Но тут же начинают работать опера. Либо письма не доходят, либо почему-то кто-то не может получить пропуск из-за какого-то пустяка, либо деньги отшманываются. Срок оплаты подходит и человек в маргарине. Долг сразу возрастает в несколько раз и начинается законная физическая расправа. Или опер вербует себе нового агента, обещая помощь. Часто действует понятенное правило. Нельзя шпилить, играть под интерес с человеком, который пробыл в лагере меньше одного года. В тюрьме СИЗО когда-то был срок 3 месяца, но теперь он обычно не соблюдается. Игра под интерес, кроме прочих нюансов, экономически выгодна элите. Шпилевые игроки под интерес платят в общак не менее четверти выигрыша. Есть еще масса вариантов, рассчитанных на лоха, на неуспевшего освоиться в тюрьме человека. Самые распространенные из них новичку предлагают сыграть во что-либо. Когда он проиграется, ему объявляют, что игра шла, например, на 100 долларов. Он говорит, что он не играл ни на что. На что слышит? А я играл под интерес, ничего не знаю. Обращается к Хаде. Кто-нибудь слышал, что он садился играть без интереса? Никто, конечно же, не слышал. Либо на что играем? Ни на что. Проигрыш, плати 200 баксов. Мы же играли ни на что. А для меня 200 баксов это ничто. Несмотря на кажущуюся комичность, все очень серьезно. Если и удастся уйти от платы, то часто серьезно пострадавшей репутацией. Еще вариант. Играем, но просто так. В конце, а ты знаешь, что в тюрьме просто это жопа. Ты проиграл свою очку. Поэтому, если садитесь играть, в любом случае надо объявлять. Играем без интереса. Это универсальная формула и услышать согласие партнера. И совет. Не садитесь играть под интерес вообще. Но если вы все-таки без этого не можете, то по крайней мере в первые недели нахождения в камере. Есть еще вариант. Спортивный интерес. Играют на приседания, отжимания. Часто получается, что проигравший не может выполнить, например, несколько сотен отжиманий за два часа. И тогда им объявляют замену проигрыша на что-то материальное. Деньги, продукты. Такой вариант часто считается беспредельным. Но среди молодняка работает. Игры, где легче всего работать шулеру, это карты и все игры с костями. Карты в тюрьмах запрещены. И игра в них строго наказывается. Но как вы понимаете, это мало кого останавливает. Вероятно, запрет на карты введен, исходя из большой возможности применения шулерских приемов. Для невозможности обмена опытом. А может это и просто старый идеологический глюк. Карты обычно делают вручную. Кстати, очень красивые получаются стосы, колоды. Сделанные по всей технологии. Клеятся из газет хлебным клейстером. Долго равняются и шлифуются. Наносятся рисунки. Заодно и тайные метки. Таким образом, на одну колоду может уйти до трех дней работы. Кстати, в карточные игры можно вполне играть костяшками домино. Например, в покер. Что и частенько делают. Если вы не профессионалки дала, никогда не садитесь играть в карты в тюрьме на интерес. А без интереса там в карты не играют. Нет смысла рисковать. И не профессионал никогда не станет рисковать держать у себя карты. Поэтому, если вам предложили сыграть, можете быть уверены, что вы под прицелом. К разрешенному относятся все остальные настольные игры. Шахматы, шашки, домино, нарды, шишбеш, кости, зары, зарики. Как и морской бой. Но, конечно, все они с меньшим успехом могут быть использованы для игры под интерес. Самая честная в этом отношении игра – шахматы и шашки, где сложно что-либо подстроить. Игры, где участвуют три и более человека, например, домино, уже более опасны. Так как имеется возможность общаться тайными знаками и влиять на исход игры. Сразу еще один совет. Если кто-то играет, ни в коем случае нельзя не то, чтобы подсказывать, а даже обсуждать партию рядом с играющими. Если тем более игра идет под интерес, проигравший всегда может потребовать, чтобы расплатился подсказчик. Неважно, какой стороне он подсказывал или просто обронил слово. Игры с костями, среди которых самыми популярными являются нарды, шишбеш, относятся к достаточно опасным в плане шулерства. Во-первых, существует несколько нехитрых приемов подхвата фишек. Во-вторых, самое главное, специалист с огромной долей вероятности может выкинуть нужное ему число. Для уменьшения такой вероятности используют либо стаканчик, в котором трясут кости, либо специальные способы бросания камней, например, из-под стола, или ударом о преграду. Хоть это и работает, но не всегда надежно. В большинстве своем все же в тюрьме играют ради того, чтобы убить время. И самой популярной игрой являются именно нарды. В них можно играть день напролет, до полного отупения, переходя на полный автоматизм, получая при этом все же немало удовольствия. При кажущейся простоте, это очень интересная, поучительная игра. Шахматы и шашки – игры чисто интеллектуальные. Здесь кто умнее и имеет больше опыта, тот и выиграл. Можно тренироваться, анализировать, расти. Но цель – если ты выиграл, то только благодаря самому себе, тому, что ты умный, что ты лучший. Чисто вероятностные игры, покер с помощью игральных костей, например, лишен почти начисто интеллектуальной составляющей. И все зависит от случая. Тоже мало интереса. В нардах же две эти составляющие гармонично слиты. Ты должен сделать все, что можешь. Лучший ход. Просчитать комбинации, причем очень быстро. На уровне интуиции. И затем отдаться на волю судьбы, как лягут камни. Очень хорошая модель для нашей жизни. Делай то, что должен и будь, что будет. Чтобы достичь мастерства в нардах, надо учиться как раз двум таким составляющим. Действовать наилучшим для данной ситуации способом и одновременно быть покорным судьбе. Различать то, что может быть и должно быть изменено, и то, что изменить нельзя. Жить полнокровно и одновременно быть смиренным. Не впадать в отчаяние при незаслуженных жизненных трудностях. Не присваивать только себе результат победы. Принимать свою судьбу. Уметь обыгрывать в выигрышных ситуациях. Очень многому можно научиться при таком подходе. Появляется возможность в такой игровой модели мира видеть себя и свои реакции на ситуации. Свои слабые стороны, свои раздражения, злость, отчаяние, гордыню. А увидеть это уже половина пути к освобождению от них. Это был канал Все о тюрьме. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok